Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на моем канале. Поговорим сегодня на природе в огороде, о животных и народе. Поговорим о растениях, поговорим о праздниках, которые празднует народ. В качестве животных будут насекомые. Давайте пообщаемся! Жук. Жрет. Что-то он там ест. Еще один. Их надо убирать. Говорят, они вредные, да? Пока вот сидят. Аж три. Еще один. Напали на колену. Напали на колену. Сидит. Нет, что-то какие полезные насекомые приползли. Так цветет хорошо. Куда пчелы делись? От сырости не летают. Смотрите, что еще один. А тут даже два. Два. На пару работают. Вот бандиты. Вот бандиты. Изумрудные бандиты. Напали на колену. Шум и дождь. Это вот дождь. Так по крыше. Кисик, подожди. Кисик, подожди. Ты посмотри, что творится. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Вот это да. Посмотрите, что из дуба нет. Мамаму, мамаму, мамаму. Бедные кусточки. Все, наверное, переломает. Дожди еще. Плещет. Ну вот, погода успокоилась. Небо тоже стало поприличнее. Сегодня родительская суббота. И погода как бы дала людям возможность посетить своих родственников на кладбище. Люди сходили. А после обеда, как начал дождь лить, как начал в городе, говорят, с градом был. Но у нас нет. Только был очень сильный вечер. И очень сильный дождь. Вот. Так что огородные работы отменились полностью. Да. Не зайдешь. Очень сыро. Очень. Рядко не подойдешь. А теплицу надо все равно полить. Туда дождь не захлестывает. Так прошел день. Да. Такое впечатление, что как будто бы родственники там на кладбище ждали с утра людей. А потом природа отплакалась за всех за них. Крупными каплями дождя. К вечеру все успокоилось. Это, конечно, так. Просто домыслы. Сегодня, говорят, там какой-то метеорит двухкилометровый пролетал где-то в районе обеденного перерыва. Так, примерно. По Москве. Где-то около двух. Может, из-за этого такой был страшный дождь. Интересно, у вас там как в это время были какие-нибудь какаклизмы природы? Сказали, что если бы он упал, то была бы катастрофа. Вот живем каждый день, ждем катастроф. Каждый день ждем какой-нибудь катастроф. Да. Ну, ладно. Пока нет. Пока все. Малыми потерями. Некоторые ветки загнула. Цветы повалила. А так, более-менее, все обошлось. Каклизма не случилась. Затесалась ромашка в дерен. Дерен. Кустик такой декоративный. Какой-то бестолковый. Раскистый, ломается. Вот, начинают ромашки распускаться. Пока еще чистенькие. Потом какие-то мушки на них набегут. Ромашка садовая. Вот их тут сколько распустились. Ромашка. Любит, не любит. Плюньте, поцелуит. К сердцу прижмет, к черту пошлет. Кто помнит такую гадалку? Кто помнит такую гадалку? Помните, в детстве взрывали цветочек? Ой, вот тут завалился. Сегодня было такое ветрище. Любит, не любит. Плюньте, поцелует. К сердцу прижмет, к черту пошлет. Гадали? Как? Все впадало. Ну вот. День перед Троицей закончился. Упоминальный день. Завтра праздник Святой Троицы. Отца и Сына и Святого Духа. Будем праздновать. Говорят, работать нельзя. Потом еще один день работать нельзя. Следующий день, Духа в день. Все это знают. Праздник. У меня этот праздник связан всегда как-то с цветами. С началом лета. Поэтому спешу вас поздравить с этим праздником. Пожелать вам, чтобы в душе был покой, чтобы вам всегда светило солнце, чтобы на вашем пути были только светлые и добрые люди. Всего вам доброго и светлого. Заходите на мой канал. Будем общаться. Новым друзьям я рада. Спасибо, что приходите на мой канал. Пока-пока. Жду вас. Субтитры сделал DimaTorzok